Там уже ребята ждут, есть все пруфы. Если будет сидеть, проживет дольше и пойдет на пользу. За прошлое спасибо, за настоящее отвечай. Андрюлик, это же не под дверью навалить, малой. Вот то будешь смотреть видео, приводи себя в порядок, выходи как-то хотя бы на диалог, чтобы мог передвигаться где-то хоть, пока решаешь свои вопросы. Всем доброго дня, подписота, зритель ютуб-канала. Много было комментариев, прокомментировать, что там, щадилом Андреем, он же сися. Много было комментариев, поэтому я приколю то, что я знаю и как я это все вижу. Короче, сидит на Дарницком КПЗ ремонтная. Цепляется ногтями и зубами, которых нема за КПЗ, чтобы там тормознуться, всячески не ехать на тюряву. Ну тут ничего такого удивительного нету, все вы, наверное, умные или думающие должны знать и помнить те вещи, за которые ему придется ответить. Хорошие, да, хорошие, хорошим за хорошее спасибо, но есть такие вещи, за которые надо отвечать. Никогда не думал, что такое произойдет, да, наверное, не рассчитывал. Я, конечно, не желаю тюряги никому, потому как знаю, как там тяжело. И как бы хорошо там ни было, все равно, ну это не нормальная жизнь, 100%. А в его ситуации он будет скрываться, будет это, у него еще есть такие моменты неординарные, в голову приходят облиться бензином там или еще чем-то подпалиться. Просто сейчас этим ничего никому не докажешь, а есть факты, которые налицо. И дело такого рода, что всегда я где-то понимал в глубине души, что какие-то за такие деяния, за такие вещи всегда приходит ответственность. Много времени просто не было до него, а тут ситуация, где какая-то закуска Химпром или Буркиным, это глупо, как минимум, я вижу, со своей стороны. Но вся в общем ситуация, Андрюше придется отвечать за многие моменты, которые содеянные были. Что-то делалось для хайпа, да, было время, момент, где они с Мопсом поехали на Бублик, на ПЖ, наломали там дорогу, на пожизненном заключении заснимали там, ну, это момент, который движ людям наломать, это раз. Во-вторых, это такие маленькие моменты, да, ну, как маленькие, это весомые, но я назову те, которые, может, кто-то забыл или не придал значения в свое время, когда это было. Это был хайп или я не знаю, что это было, или универсальное какое-то задание от каких-то органов, честно, не знаю. Ну, вижу это, ну, со своей стороны так, что, как минимум, глупо, а за эти вещи обязательно есть ответ. И никуда ты от этого не денешься. На тюряге тоже там видео выходили, как снимали с этого квадрокоптера туда-сюда по стройку. Это все тюряга, вот вам причина, как минимум, я не буду говорить за много. Там уже ребята ждут, есть все пруфы, есть все, как говорится, моменты, на которые укажут при встрече обязательно. А ему, конечно, как никогда не хочется туда ехать. И я там еще видел, попадалось мне, приходите такого-то числа, всех, кто хочет поддержать. Нет, это уже не то время, когда я сам лично на суды, когда их судили по той статье тяжелой, свихой, журавлем. Я сам приезжал, привозил массовку по 15 человек, по 10, каждый раз, каждое судебное заседание. Мне просто охота посмотреть, кто туда приедет. Обязательно кого-то попрошу, чтобы это все показали. Ну, лично мне, не знаю, кому будет интересно. Я думаю, много кому будет интересно, придут. Просто это совсем другая публика. Можно только кричать, свободу, Дэвидсон, или как там, Мэри, или кому. Ну, короче, тут уже не прокатит, как по той делюге, что пацаны еще за тебя там встревали в этом суде. Я неоднократно кусался, грызся с этими лягавыми операми. За тебя и поехал человек сидеть. Ситуации, короче, ну, на суде произошла, закусился. Ну, это ж к тебе он приехал. Понимаешь? То, что там уже в жизни произошло, это уже другое. За все вещи надо отвечать в жизни, чтобы ты не сделал. А тем более, вот это, я не знаю, что ты за эпизод заехал за копилку в этом, в анальном отверстии. Устроили копилку бубону в анальном отверстии. Это ж вообще дурдом. Ну, натыкать туда столовых приборов, насыпать мелочи целую копилку. И снимать это на камеру. Ну, знаешь, там я не желаю зла и тому подобное. Но на своем жизненном опыте понимаю, что если будет сидеть, проживет дольше и пойдет на пользу. Просто, что в таком режиме по-любому идет процедура. Долго на КПЗ не посидишь. В любом Вале придется ехать. Или же подписывать кучу разных документов. Угроза жизни. Ну, короче, все. Полностью все. Или же вариант. Вы спрашивали, кем будет и где сидеть. Да, где-то если заедет, то по-любому в общую массу не поедет. Ну, а хотя я бы, ну, не знаю, как бы там оно не было. Если бы у меня были какие-то моменты, я бы ехал бы на сразу и говорил. Ну, там просто много таких моментов, что неудобно даже говорить после того, что было. То, что было, то и позабыла, как говорится. За прошлое спасибо, за настоящее отвечай. Это жизнь, от этого никуда не денешься. Еще раз говорю, не желаю ни в коем разе никому тюряги. Потому что хорошего от этого мало. Это, во-первых, страдают в первую очередь родные тебе люди. А вот это какие-то массовые призывания, еще там что-то огрызаться. Я не знаю, что. Я думаю, уже показали представление и будет кому задуматься над этим. Такие уже чересчур трэш-моменты. Да, как говорится, подписан был договор, все трюки выполняют по собственному желанию. А вот тут такой пунктик не указали за такие трюки. Такие трюки не проходят. Ну, что это такое? Кидают в сраку дела, а он это самое, снимает это все на камеру и рассказывает, что кому делать. Максики, там вся грядка вот это. Ты шо, сантехник? Шо ты там? Есть нормальная инфа, могу закинуть. Понравятся тебе там в тюряшке, а? Сусед, Максимилиано. Кстати, в тюряге канализация очень, ну, старая. И присмотрись, был бы полезным в хате обязательно, в канализационных вопросах. Но, пацаны, я вам сразу говорю, этому персонажу доверять даже канализацию нельзя. Потому что будет полный прорыв. Ну, и вот такая вот картина. По-любому будет голодовки. Есть куча способов, о которых он знает. Как бы там оно не было, там, может, он будет здоровее. Я не думаю, что там его где-то мучают или крутят ему ногу. Навряд ли. Не то время. Ну, просто столько всего сделано, что я не исключаю. Тем более, человек, которому еще должен бабки. Не обоснованно вообще так себя повести. Я не знаю. Я бы, например, тоже приложил какие-то усилия. Может, не такого плана. Но, чтобы понравилось. Это же не навалить под дверью. Андрюлик. Это же не под дверью навалить, малой. Где-то на расстоянии, когда никого не мимо дома. Так что вот так. За каждое действие приходится отвечать. Просто ему неудобно будет разговор этот. Тогда поднимали, выносили эту дорогу. Это видео было удалено с основного канала. Постройка на Бублик. Это Крывой Рог. Там тюряга и пожизненное заключение. Сняли полностью процесс. Все. Пострадали люди. Пострадали каторжане. Это вот эти моменты, которые в тюряге именно на сразу придется отвечать. На сразу. Просто я не думаю вообще, что кто-то разговаривать будет даже. Вот в чем момент. Когда уже идет такой набор всяких прокурсоров. Петрушка, укроп, бурачки. То уже особо никто разговаривать не будет. И там очень такие люди сидят, которые, ну, где-то говорили слова, которые резали ухо. Просто, ну, неудобные встречи. Вот так. Поэтому его местонахождение, если ему меру пресечения не изменят, будет где-то одинокая лагуна. Когда-то он смеялся. Дайте хату поспокойнее. Так вот сейчас и самому пришлось поспокойнее хавирку просить. Вскрывать руки. Голодухи. Ну, мой совет. Лучше сразу убить фриц. Найти способы, как по минимуму или по максимуму выйти с этой ситуации. Жить дальше. Я думаю, что, ну, когда не будет нервотрепки, уже там в таком режиме, тендеме, можно уже и решать вот эти все, отстаивать, кто там прав, кто было, что не было. Все же эти все видео есть же, там у этих по-любому полицмейстеров. Все зафиксировано. Теперь тут только кто кушом передавит. А смысл был. Я вам скажу, знаете, тюряги не стоят никаких там бабок особых. Ну, в таком размере. По крайней мере, вот эта сумма, она не стоит. Сто процентов. Потом, помимо этого всего, подтянутся еще моменты, где легалы будут по-своему бабки вытягивать. Закончатся бабки в общак закинут или в случайная встреча, натеряешь, сейчас все нормально. Ключи даже есть от, ну, всяких приборов интересных. Вот и все, отключаешь, все чик-чирик и все. Да и не надо там далеко ходить, что там, суды, на суды выезжают. Ну, это значит, под наблюдением будет. Но, опять же, это все индивидуальная хата, индивидуальные моменты. Это все стоит бабок. За шоу боролись, на то и напоролись. Не рой яму другому, сам туда попадешь. Да, вот как говорится. А за свои деяния отвечать надо в любом вале. Как бы там ни было. Через время, да, как получилось. Даже не предполагал, не ожидал. А тут, опа, держи, лови. Нормальная награда. Все. Операция мексиканец началась. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот ты будешь смотреть видео, приводи себя в порядок. Выходи как-то, хотя бы на диалог, чтобы мог передвигаться где-то хоть, пока решаешь свои вопросы. Я думаю, я ответил на ваши интересы, на мое отношение. Мне, я честно, вообще не сторонник там кому-то что-то желать. Потому что, как сам проходил через это. Но тут уже картина собралась со всем. Из ССУ и везде. Всех цеплять. Ну ты шо, это ж надо каким быть гладиатором. Не те времена уже. И бабки не те, малой. Уже потрачено много на ням-ням. Поэтому... А здоровья не купишь ты ни за какие бабки. Так что поправляй здоровье. Фартумасти. Как ты там говорил. Мы не это, мы не то. А вот руки под пальто. Поэтому надо с пальто вынимать руки. И идти выслушать. Ну никто не пойдет. Я думаю, ну это тупор ванина. Во-первых, никто никого не будет даже слушать. Ну шо слушать. Факты, которые были засняты на камеру. Ладно там кто-то там сказал. Тот не подтвердил. Еще что-то. Тут же ж явно все. Все пруфы собраны. Ждут этого гражданина. С теплым приемом. Скатка, подушка. Все красиво, как быть должно. В эту пятницу его хотели перевезти уже на КПЗ. На Лукьяновку. На Лукьяновку. Киевский Централ. Дегтяревская, 13. Ну он там устроил спектакль. Короче, начал вскрываться. Туда-сюда. Ну кипиш. Видать на какой-то диалог. Кого-то звал. Или его не слышат. Короче, как-то так. Ну я больше чем уверен, что там сейчас всевозможные рычаги включаются. Чтобы по крайней мере до суда не ехать на Тюряву. Ну после суда по-любому привезут на Тюряву. Ну по-любому пройдет время. Я не думаю, что в это время сейчас получится как-то решить вопрос. Или убацать. Тем более все с видеодоказательствами. Я не знаю. Ну сам себя загнал. Именно в такой глухой угол. С которого выбраться очень тяжело. И рассчитывать на поддержку былых лет. Это глупо. Так что поглядим, что там как и почем. Проходите. Ладно. Я думаю, ответил вам в достатке. И чтобы вы понимали мое отношение к этому всему. А по большому счету мне не интересно. Не интересно. И постарайтесь меньше мне вот эти задавать вопросы. Потому что я не вникаю. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня. Быть добру. И не занимайтесь всякой петрушкой. Чтобы не попасть в тюрьм. Потому что там не машу ловить. Спасибо.